Алена Нечаева, футбольная болельщица, знает, что иногда арбитры не могут точно определить, побывал мяч в воротах или нет. Существующие системы видеофиксации имеют один недостаток. Необходимо останавливать игру и просматривать видео покадрово, чтобы установить истину. Алена предлагает применить Wi-Fi. Отличие моего проекта от существующего состоит в том, что в воротах будут вставлены датчик и также в сам мяч. То есть, когда мяч будет пересекать линию ворот, то подастся сигнал арбитру о том, что гол. Появится информация и на большом таблу на стадионе. Но это проблемы футбольных болельщиков-землян. Алчана Кан-Оул озаботилась интересами будущих обитателей марсианских станций. Она с детства мечтает о космических путешествиях. Стандартная радиосвязь на Красной планете, по ее мнению, затруднительна. А вот специальный беспроводной лазерный интернет вполне реален. На поверхности Марса есть бури, пылевые бури. И они не будут помехой для этого лазера. Они спокойно будут принимать, отправлять информацию в дуплексном, именно в дуплексном режиме. С виду фантастика, но ведь простой Wi-Fi, то есть беспроводной интернет, казался фантастикой еще несколько лет назад и уже прочно вошел в наш быт. Одно из его применений – это возможность слепым пешеходам самостоятельно ориентироваться в городе. Это RFID-система, это контроллер, это RFID-сканер. Это будет находиться у слабовидящего человека, который, когда будет подходить к таким меткам, ему будет идти сигнал, что, допустим, вы подходите к светофору или сейчас нужно повернуть. Специальные метки спрячут в самых проблемных местах – на светофорах, лестницах, крутых подъемах, в углах домов. И еще одна разработка компьютерщиков поможет малоподвижным инвалидам. Проект позволяет больному человеку, имеющему ограниченную подвижность, с помощью специализированной перчатки управлять подвижной робототехнической системой. Можно и двери открывать, можно подносить лекарства, можно смотреть, кто пришел, можно сопровождать человека, можно видеть, что в доме творится, делается. Еще один проект поможет неопытным родителям следить за здоровьем своего малыша. Причем не просто слышать его сонное дыхание или различать тональность плача, что умеет делать обычная радионяня, а еще и видеть, например, частоту его пульса на своем смартфоне. Данное устройство поможет отслеживать физиологические параметры ребенка, например, сердцебиение, пульс ребенка, давление и так далее. Подобные устройства пока только запускаются в производство в Америке. Могут успеть попасть в тренд и отечественные промышленники, если свяжутся с ХГУ. Здесь есть и комплект беспроводного слежения за здоровьем взрослых пациентов. Все это, по уверениям компьютерщиков, войдет в нашу жизнь в ближайшие 2-3 года. И тогда хрестоматийные сцены из боевиков, когда герой срывает с себя датчики с проводами и идет спасать мир, потеряют актуальность, ведь провода станут не нужны. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.